Итак, друзья, продолжаем, продолжаем каточку в сталкера, сделал я небольшой перерывчик, пока там монтировалось всё. В общем-то, собрался с мыслями, чувствами, здесь можно продолжать расчищать крабницы. Свойства оружия, защитного костюма или шлема можно улучшить у техников. А, нихрена, оружие нельзя улучшить, ха-ха. Да, облом. Ну, потому что в этой модификации нельзя, только починить можно. Здесь даже западных образцов нету. Я видел только один раз у этого, у Галлика, там, кольт в руках был. И то мне его никак нельзя взять. Попытаться Галлика ёбнуть, ха-ха-ха. Ладно, ради кольта, я думаю, этого делать не стоит, чтобы потом загружаться опять. Я думаю, что Галлик бессмертный. Так что в любом случае нам не достанется кольт. Ну чё, дядька, як. Чё, ему чинить можно тут? Так, чё мне надо делать? Список заданий. Истертифакт жуг на лис. Ну, пойдём. Так, оп, лис. О, Галлик с кольтом стоит. Так, жугнолюга, ты где там? Ты тут. Давайте, чтобы никто нас не слышал, не видел. Так, приветствую, я тут. Ты гляди, живой, ну что, принёс? Держи, артефакт. Как-то теперь моя. Подождите, а чё там за артефакт такой? Та твоя, держи. Я её внимательно изучил, смотри, что я нашёл. Район, где сейчас, где стрессакт... Подождите, нет, давайте посмотрим, что за артефакт такой мы нашли ему. Просто интерес самому. А мы его уже отдали. Ну ладно. А, компас. Я внимательно изучил, смотри, что я нашёл. Район, где сейчас, где стрессакт, отмечу, как особо важный. Думаю, тебе следует пойти туда, и ты найдёшь всё, что ищешь. Спасибо, ты не представляешь, как ты помог. Всё, давай, до свидания. Как там на улице сейчас светло или темно, блин, непонятно как-то. Если темно, сейчас спать ляжем. В принципе, темнее, давайте поспим немного. Ну, привет. Для порядка. Давайте до четырёх утра поспим. Ну, чтобы более-менее светло было. Всё, заебись. Так, выдвигаемся. Гаусскую, я думаю, мы потом как-нибудь найдём. Не знаю, запчасти нужно собирать. Так, проверить теорию. Ну, перекуси чё-нибудь ещё. Давайте тушёный, ну, в смысле, колбаски. И какая колбаска без матончика, да? Тут бандюки по-вылазит. Я здесь прав. Я бандюков чё-то я не наблюдаю. Давайте, может, нацепим ПСО. Странно. От ПСО с ночным зрением только смысл имеет днём ходить. Так, где залётные? Я не понял. Где, мать его, все залётные? Допуша модернизированы. Я не понял, пацаны. Так, сейв. На всякий ПП. Мы же правильно идём. Не, нам немножко левее. Так, ну тут вроде как никого не должно быть. Так, я уже слышу бандюганов. Да ну нахер. Свети волыны. Может, тут даже не видно нихера. Свети воля. Продолжение следует... 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 А вы откуда взялись? Из какой такой жопы вы вылезли? Давайте где-нибудь возле этого деревца выкинем, чтобы быть более мобильным. Так, я не понял. А где оно все выкинулось? Ага, ясно. Как тут, блядь, выжить? От советского... Не, у меня есть один вариант, как выжить. Есть один мать его вариант. Ну вы поняли. Нет, не помогло, значит. Не помогло. Не помогло. А как так-то? Где здесь запрятаться? На этой херне, что ли? Чтобы она не спасет. Беги! Беги! Нахрена вас там столько! Так, ну вроде справляемся пока. Где-то скотина. А, там бегает. Сюда иди. Так, не, вроде еще пока не всех угомонили. Ты где? Животное! Ладно, хер на тебе. Так. Как ты нашел это место, откуда ты узнала? Хотя это не важно, спасибо, что разыскал меня. История благодарности, как тебя зовут? Ты один из отряда Серпухова? Так точно, младший сержант Данил Тышкевич, уроженец Белоруссии, а ты кто такой? Он земляк. И откуда командира нашего знаешь? Внук я его, полковник Виталий Серпухов. Я ищу могилу моего деда, Геннадия Серпухова. Надеюсь, ты мне поможешь. Простите, товарищ полковник. Я бы помог, да не знаю я ничего об этом. Когда мы получили задание проложить кабель связи, попали мы в засаду. Добежав до какого-то врага, мы залегли. Но прилетевшая граната разворотила мне ногу. Не согласился я уходить, и остался прикрывать наш отряд. Пока они уходили, много фашистов я тогда положил, и отряд наш прикрыл. Оттого умирать было не тяжело. Но куда они пошли дальше, я, увы, не знаю. Очень жаль, я тут вещь одну твою нашел. Кому она тебя принадлежала? Сынку моему, это была его любимая машинка. Мы вместе ее делали. Как же он ее любил? Когда меня на фронт забирали, он мне ее подарил. Как сейчас помню, весь слезар был и говорил, папа, на машинку. Да верни потом. Верни, когда приедешь. Сожалею, что у тебя не вышло, я верну ее. Будь уверен, семья это святое, семья это наше все. Мне только скажи, сыновья. Спасибо вам, товарищ полковник, вы такой же хороший человек, как и ваш дед. Называю сыночку моего Алешей. Когда я уходил воевать в 41-м, ему было почти 5 лет. Надеюсь, вы его найдете. Найду, не сомневаясь, он никогда не забудет своего отца. Он никогда не забудет своего отца. Так, давай всю могилу, где там у тебя. О, машинка. Зашибенно. Так, теперь куда? Теперь куда-то туда наверх надо. Так, калашицы все подбираем. Ну, естественно, чтобы продать их. Я здесь правильно иду, да? В принципе, правильно. Только немножко правее надо. Не, на самом деле это офигенный мод. Потому что я так с двумя анпеси там 3 раза погиб, это... Да, это... В жопе боль ощутить можно, короче, от этого всего. Но это и офигенно, с другой стороны. Потому что... Как кормать вашу? Не то, что там застрелил, там, вышел один на всех. Так. Мне, короче, прямо и туда. Радиоактивно поговорить с призраком. Давай здесь. Давай здесь. О! Нормально. Отлично. Слов нету. Выскочил, откуда ходил, пойми. Мне кажется, растительностью здесь постарались. Ну, так просто меньше будет идти, если что. Так, сколько, мать вашу. Не говори, блядь. Я ж две аж аптечки нечаянно схавал. Ща мы их. Кондёхай веселей. Атас, пацаны. Срисовали нас. Козлы, блядь, биберы, нахуй. От советского... Нет, ну я не могу, блядь, уже. Вам, походу, давно жопу никто не надегал. Ничего, я это исправлю. Где второй? Где, мать его, второй? Я, блядь, у вас спрашиваю, где второй? Где второй? Где второй? Где второй? Где эта, блядь, крыса? Всё. Скука-тища. Скука-тища. Щас тебе, блядь, от гранатомёта прилетит, блядь. О, там, сверху ходит. Ну? Показывай, что есть. Так, что ты здесь забыл? Так, можно музыку потише? Садись, забыл. Зачем вернулся? Что вам ещё от меня надо? Вы и так забрали всё, что у меня было. Ненавижу. Тише, успокойся. Не собирался ничего брать. Прочь отсюда, уходи немедленно. Уходи, пока живой. Ненавижу вас. Типятись, я внук твоего. Не плевать, кто ты. Если ты не уйдёшь, ты станешь таким же, как и я. Внук Геннадия Серпухова. Что? Гены, командира Серпухова. Извини меня, я Дмитра. Дмитра Евсиненко. Я не хотел, просто украинец. Ладно. Первое, какие-то сволочи отобрали у меня всё. Они забрали все вещи, с которыми меня похоронили. Мне не нужны ценные вещи. Пусть они будут на их совести. Но они забрали у меня письмо от моей мамы. Но, видно, очень дорого тебе. Когда я получил его, нас тоже отправили на задание. Нас оставалось только трое. Как в той песне. Я командир до Серёга Якут. За нами фрицы шли, а мы их со следа сбить хотели. Пошли через поля, травы по пояс. Я шёл первым. А вдруг щёл грохот и боль, на мину нарвался. Как я даже не успел прочитать письма маминого. А эти мародёры забрали его. Как они посмели, я знаю. Кто забрал твои вещи, я найду их и верну письмо. А куда пошли, случайно не знаешь? Извини, что-то упомянул про лазарет. Но я не знаю, где это. Наверное, это госпиталь. Что был тут когда-то. Не переживай, я знаю, где это. Ты не исчезаешь? Прикольно, что скин такой. Ладно. Где-то письмецо. Прям за нами, да? Вообще, обойти вот так вот здание надо. Упс. Что-то я упал. Хотел это что, посмотреть. То есть у нас перевес ещё на 4 килограмма. Так, здесь мы с ногков перебили. А там вот эти нехорошие люди. Блядь, ещё испалили нас как-то. Ну, а значит, давайте обойдём. Дай тебе гранату. Нет, конечно же, хотелось бы иногда, чтобы погода прояснялась. Как он, блядь, так видит? Зрение, что ли, у него рентгеновское. Фух, вроде как добежали. Кушай, лимончик, падла. Не моницово, пацаны. Кушай, лимончик. Ай! Блядь, какой-то он неубиваемый. От советского... Фух. Не надо было, наверное, мастера ставить. Но ничего. Мы пройдём это на уровне сложности, мастер. Зря я, что ли, столько в КС играл. Ни хераси. Меня там уже ждали. Ну, вот хорошо, что мы так вылезли. Теперь мы знаем, что он справа подойдёт. Эти пидорасы ещё окружать любят. Так, можно сейчас... Другую фишку провернуть. Сука. Какой-то крест там, над нами. От советского. Да это уже тысяча раз слышал. Всё, не больше. Не удивляют меня они. Не удивляют. Шамы их. За кондёха им веселей. А ну, чики-мрики в дамке. Ну, давай, давай. Давай, давай. Нет, твою мать. Охреновое упытие, да? Сея подорви. Укан свой. Ну, чё, они крисят. Мне тоже можно. Чё, это им можно, а мне нельзя? Д Ох Ебать, мы ещё живы. Ненадолго, походу. Так. Так, нормально, пока живы. Ну давай, давай. Я же, блядь, столько трупов никогда не разнесу. Ты бил. Совсем насрать на тебя. Падла. Жмур он добрый, жмур. Сейчас он со мной бандиты, блядь. Своих лутают. Ну так уже пол армии перебили. Так, ладно, минус один. Это уже хорошо. Твою медь, блин. Сука. Это пиздец. Такую армию размасить не каждый способен. Много несложности мастерка. Чики-брики и в дамке. Сука. Так, ганат у нас не осталось. Сука. Какой-то он, блядь, желучий. Чё он, сука, такой желучий? Жмур он добрый. Это я, блядь, добрый. Чё? Пока всех не перевалим, не уйдём отсюда. А ну, давай, давай. Не надо, живу, пацаны. Обходим. А ну, чики-брики и в дамке. А ну, чики-брики и в дамке. Ну, ты где? Дружок, блядь. Сколько вас там? Ну, в хэд ему попал, точно. Бандитские разборки, блядь. Сколько вас там? При этом закончитесь когда-нибудь? Там, блядь, так не дышите. Ладно, рискнём. Ладно, ещё одного. В таком. Чё, ребят, как мне это всё латать? Да ты выугоморил. Я не могу. 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 Так, надо покушать. Что-то у нас до хрена Вовы. Где там Вова? Там нам... Вовы хватит. Мы сколько ходить так не сможем. Что и требовалось доказать. Вот это в нормальном состоянии. вот этот выбросим. Выбросим. Не понял. Выбросить, я сказал. О боже. Обожрёмся. Чё это? Так. Где там письмо? Меня это интересует. Ага, в другом конце здания. понятно. Даже так, да? Оу. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Точность похуже, но повреждения получше Нет, давайте не будем Так, 78 килограмм Бля, все нужное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Блин, ну мне просто интересно, какие стволы в нормальном состоянии Тут выбросить, да? Ладно, и все равно Еле тащим, но тащим, да? Сейчас он куда-то направо Я решил бронебойных себе оставить побольше С бронебойными, аж поинтереснее будет, да? Фух, это было тяжело Так Так где мы тут уже? Еще одно, мать его, захоронение, да? Так где мы? Нормально Я считаю, что нет Это просто нереально Что меня убило вообще? Юрик что ли, я не пойму Или контролер там какой-то, блин Я сейчас попробую еще раз Я сейчас явно убьют тоже Если нет, я сейчас, блин, просто сложность на минимум ставлю и все Охренеть От советского инфорум-бюро 9 мая 1945 года Между Духумсом и Либавой Между Духумсом и Либавой Так, еще раз Все нормально Духумсом и Либавой Сюда иди, жопа с усами Всё? Ах, автомат мы где? Похоже, я сейчас вещи просто выкладывать не буду Что они расстреляли их по всему периметру Ублюдки От советского инфору... Так... Давайте, появляйтесь Не бойтесь Сюда иди Сюда, кому сказал На мужика Сюда иди, кагрипто Мастер применить Так, проверяем Мастер Отлично Так, где он? Неважно Здравствуй, товарищ Что тут происходит? Почему опять я Вижу убийство? Сослуживцы они твоего бокали Все вещи забрали у Дмитра Скоты, как посмели? Надеюсь, ты отобрал всё украдено Конечно, эти вещи священны Даже после смерти Они должны принадлежать своим хозяевам Моё тебе уважение, товарищ Но кто ты? Лицо твоё знакомо Словно брат ты мне названный Я внук твоего командира Сверхпухова Погиб он очень давно Когда Вы разведку проводили Вот и приехал я его В могилу найти А сразу видно, что Весь деда Человека большой С большой душой Чем он Я Чем Больше, чем у него душа Кроча не видывала Как он там Счастлив хоть Не забыл Ещё меня Сергея Косылбаева Не уберегли мы его Прости нас, товарищ Все мы на него Жизнь отдали Но так и не уберегли Попробую поискать В речном порту Оттуда меня и Отправили сюда В госпиталь Да умер я Как видишь Не хватило сил остаться К сожалению Хороший отряд у вас был Вроде люди такие разные Но вы были как семья Пожалуй Мне пора Прощай Забери дневник Может со стихами Я сам их Опубликовать хотел Но судьба распорядилась иначе Они будут изданы Я клянусь В памяти Будешь жить вечно Да Забирай этот кал Давай мне нормальные патроны Можешь ещё забрать Немножко кала Так Куда мне надо Отнести письмо Короче направо туда Да Так точно направо Потом короче Сразу на нашу прачечную Пойдём Продадимся Может нормальную броньку Наконец-то хватит Денег на 127 штук Будет где-то 150 уже Я так думаю 149 148 где-то Посмотрим Всё равно больше не унесём Да Бля я совсем забыл Здесь бандюраны Любят бродить По округе Оказалось Или нет Ладно, не важно Пойдёмте Так Ну пойдём уже через здание Что нам Реально Да Чтоб далеко потом не идти Привет Сталкер Фух, я тут Братец Ты вернулся Оно у тебя Твои вещи у меня Я всегда держу Своё слово Там образок ещё был мой Оставь его себе Может Может он тебе Может тебя он сбережёт Прошу, покажи мне Что внутри письма Покажу, что там написано Читай и будь спокоен Спасибо, братец Мама Я люблю тебя Прости, что не вернулся Прощай, Дмитро Покойся с миром Всё Амбразок говоришь? Чё за амбразок У тебя там Ладно, не важно Найти могилу деда Пойдёмте Блин, отдадим всё это Я уже не могу Ладно, пойдём уже за могилой деда Я просто хочу себе Блин, нормальный костюм Всё, после деда Сразу идём Короче Идём сразу Продаёмся Короче После деда Как тут пройти, а? Я помню там Аномалия Короче там Актефакты нормальные Валяются Обычно Ну, в оригинальной Себе оставь И уже их просто игнорю Ну ладно, не игнорю Всё Всё По-моему, не всё Не понял он меня С первого раза И не смотрим на загов И не смотрим на загов Ну, чё, 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 чё Сейчас же по-любому Каких-то монолитовцев Нарвёмся Или что-нибудь ещё Какое-нибудь дебильное Нет, чё, заправка А, это вокзал Походу Глянусь Интересно Речной порт Ну, естественно Совсем интересно Где запчасти от гаусовки Там искать Всякие вот эти хрени Для призрака Суки Ладно, пханим Или мы сейчас будем готовы К атаке Будем, мать его, готовы Чё-то далеко Далеко шаровать нам Чё, опять давайте выбрасывать И 6 килограммов перевес Не так страшно Ну, давайте возле этой будки Давайте внутри этой будки Ай, короче О Ну, нормально Сохранимся Так, где фашек Я не понял Да, походу Я не вовремя решил Я забыл, что они на диалоге любят брать Ну, ничего Сейчас разберёмся Подождите Угу Сука Не, план аж не сработал Давайте ещё раз Ну Хм-хм Через боль и через страдания Познаётся всё, да? Лос-лос-лос-лос Сам ты лось, блять О Всё Я нашёл своё место Так Так, хлебушек Как? Блять Хитрая манда, блин От советского От советского Хитрая манда От советского От немецкого, блин Вы меня, конечно, время-то не пугайте Ублюдок Давай, сюда подходи Ага, больно, да? А как мне? Бронебойными тебе въебало Ну, МП-40, естественно, не возьмётся Естественно, не взялся So? Толчковые парни, блин. Они ещё и с монолитом воюют. Если у нас что-то за калаш, считайте повреждённым. Толчковые парни, блин. Так, там живой. Ублюдочек. Рисковые парни. Монолитовцев завалили уже. Не знаю зачем я это сделал, но с немцами иначе не получится. Ого. Вот это я понимаю, детектор аномалий. Так, здравствуй, внук. Вижу и ты по моим стопам пошёл. Как приятно видеть после стольких лет родное лицо. Как ты узнал, что я твой внук, если этого не говорил? Ты часто вспоминаешь обо мне. А призраки это ой как чувствуют. Вот тут я похоронен, как видишь. Не знаю, правда, кто это сделал, но пусть он был всегда здоров и счастлив. Расскажи, как ты погиб. Мы о тебе ничего не знаем. Только то, что ты пропал без вести. Айкадс у нас было оборвать немцам связь. Из всего отряда добрались мы вдвоём и Сергей Касылбаевым. Пробрались мы к ним в тылы и подорвали вышку фашистскую так, что одни обломки остались. Тут вовремя отряды наши советские подоспели базу немцев штурмовать. И мы её себе отбили. Серёгу тогда ганили и в госпиталь увезли. Я в строю остался. Но на этом весь всё не закончилось. Ты прав. На следующие сутки новые отряды немцев штурмовали нас уже. У порта уже находились места выгодные. Вижу, окружили нас со всех сторон. Выхода нет, но я сдаваться не собирался. Когда ко мне подходить начали, взял и канату, чеку выдернул, целую толпу их уничтожил. Ты настоящий герой и в отряде своём все герои. А что за платок из кармана торчит? У бабушки твоей этот платок. Помню, перед уходом на фронт она подошла ко мне, лицо в слезах и улыбается. Сняла со своих плеч и вручила мне словами Пусть частичка моего тепла будет с тобой. Эх, Шура, Шура. Никого дороже у неё нет. Скажи, а ты внук по матери или по отцу? По отцу Михаилу Геннадьевичу. Он тоже был военным и как и ты в боях участвовал. По отцу, значит, сынок у нас родился. Мишка, как мы и хотели. Спасибо тебе, Виталий. Виталик, спасибо, родной. Ты проделал долгий и тяжёлый путь. Могу ли я попросить тебя кое о чём важном? Попроси всё, что хочешь. Освободи наши души. Мы мучимся уже много лет. Мы не можем больше быть привязаны к этой земле. Помоги, внучок. Я сделаю всё, что в моих силах. Правда, пока не знаю как. Но я найду способ, обещаю. Получится погода у нас такая. Ещё кое-что. Платок Шурочки. Верни, скажи, что с неё именем на устах погибал. Обязательно передам. Прощай, дед. Пусть им, блядь, им будет пухом. Здесь там ББХи. Забирай говно. Ладно. 52 килограмма. Ты нормально себя чувствуешь или ты просто отдыхаешь? Ладно, ребят, это всё моё. Спасибо, что посторожили. Не, браток, слышь. Всё нормально? Ты как вообще? Ты спишь просто? Вроде спит. Вроде не ранен. Ладно. Хотя бы вольный сталкер здесь будут находиться, а не... Гопота всякая. Или монолитовцы. Далеко бежать, блин. А куда он сейчас? Сидится с пастылем. Ну да, это тот. Поц. Ну чё? Встретимся? Так, вы это тоже видите? Походу там находится сейчас ещё одна от гаусс-пушки. Мне так кажется. Встретимся. Только надо придумать как туда на крышу забраться. Ну в принципе может через окно. Так, ясно. Встретимся. А вот здесь? Слишком жирный, да? Блядь. С той стороны нужно здание обходить. Запыкался уже. Ну и чё, заберёмся сейчас. Как в короках такая инвалидная коляска стоит ещё. Где-то мы тут химегу убили. Так, ну-кась. Да, приклад. Так, приклад мы уже нашли. Дрянь! Скотина! Использовать. Нет, походу всё вместе в комплекте нужно. Собирать. А где это мы её нашли? В госпитале. Дрянь! Скотина! Дрянь! Продолжение следует... Так, вроде все правильно идем. Так, что нам надо? Так, приклад мы нашли. Приклад, основание и дуло. Где найти основание и дуло, я думаю, за кадром как-нибудь посмотрю. А то сейчас бегать опять по всей этой территории, разыскивать. Не хочу. Ну как раз обещали, посмотрим, что он там даст. У меня есть все офигенные стволы просто. Все новенькие, с иголочкой, даже чинить не надо. Так. Продать. А драка знаешь что? Хорошего? Уж не знаю. А шо ты расскажешь хорошего? На, забирай все это. Дай только нормальный, блин, костюм. 144 тысячи. Подожди, дай-ка я сохранюсь. 144 тысячи. Сколько этот стоит? 137. Так. В принципе, они... Да, блин, даже не знаю. Так, а есть что, получше посмотреть. Ну, блядь, Сева, это, конечно же, такой прикольный костюмчик, но... 275. Откуда у меня такие бабки? Неизвестно. Сколько вам переносимый вес? Да. Ну, чё, копим на экзоскелет? Шо нам ещё остаётся? Пойдём поговорим. А, пастырь. Кличка у тебя интересная. Что такое? Священником был раньше я. А почему ты вдруг интересуешься? Повезло мне, что я тебя встретил. Есть вопрос по твоей части. Как освободить привязанную к этой земле души? У тебя есть два пути. Первый, использовать их в последнюю волю. И здесь сложность в том, что не всегда она известна. Второй пусть найти вещь, которая привязана к их определённому месту. Я ступомил эту землю определённо какой-нибудь артефакт. Оба как-то сейчас расскажу, но мне тогда понадобится твоя помощь. Я отправлюсь за артефактом, а если со мной случится, что верни вещи, которые я тебе оставлю. Либо родственникам, либо музей военный. Поможешь? Только где артефакт искать? Я думаю, большая волновая активность это... Получается, мощный артефакт способен вернуть душ умерших из огромного мира. Как думаешь, антенна многолитовская в магазине книги подойдёт? Думаю, то, что надо. Держи предметы, имена тех, кто нужно найти. Доправлю тебе на КПК. Спасибо за помощь. Надеюсь, ещё увидимся. Так, сделаем отдельно сейф. Будем сохранять сейчас только на него. Актефакт мощный. Ой, блядь, я шкалашников так и не починил. Как бы он не заклинил на него вовремя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...